Детский теннис Ракетки, мячи, аренда корта, тренировки – это все без спонсорства, за собственные средства родителей. Сколько примерно в месяц? В месяц? Если с турнирами, то до 50 тысяч заходит. Но это не значит, что все так грустно. Успехи теннисистов чуть позже оправдывают затраты. К примеру, сейчас трое спортсменов из Барнаула в возрастной категории 9-10 лет входят в топ-10 теннисистов России. Подготовка у них становится все серьезнее и серьезнее, поскольку сама по себе игра во всем мире убыстряется. На первую роль выходят, помимо техники даже, я бы сказал, это функциональные возможности спортсмена. Его скорость, его сила, его способность бегать в различных направлениях, прыгать 2-3 часа на корте. Что касается техники, то там меняется подача. Например, по словам Евгения Кузнецова, из большого тенниса уходят полукруглые замахи слева и справа. Однако такие тонкости детям пока знать рано. Самое сложное для тебя сегодня в соревновании? Подача. А что с ними было не так? Я не попадала, мячики выше не подгидывала. Следующий турнир для детей организаторы хотят провести в конце августа, начале сентября. Это будет первенство края. Остальные соревнования планируются уже не на грунте, а в помещениях. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.